Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня сохранил нашу жизнь, дал нам здоровье и желание прийти сегодня сюда, на это место. И когда брат Сережа говорил сегодня, то он напомнил один текст Священного Писания, что где ваши сокровища, там будет и ваше сердце. И оно сегодня и для нас свойственно, чтобы сегодня проверить нашу жизнь. Нет, мы сегодня могли бы быть не здесь, вполне, и хватило бы работы, и хватило бы забот, и может быть даже это было бы вполне серьезно, у нас есть много что недоделанного. Но вот в таких случаях, когда Бог дает нам выбор, выбрать возможность, где тебе быть, где тебе быть, потому что вот эти все выборы, они чего-то лишают нас. И я не раз напоминал место Священного Писания, когда Писание говорит, купи у меня золото огнем очищенное. Помните, с одной стороны Священное Писание говорит, нам все даром дается. Не надо покупать, да, вот то, что Господь уже сделал, покупать не надо. А вот иногда, чтобы взять то, что Господь приготовил, надо купить, то есть обменять одно на другое. Могли бы сегодня обменять время. И на отдых мы могли бы где-то быть. Ну, я не знаю, где мы могли бы быть. Наверное, были там, где нам, может быть, нравилось бы. Но мы сегодня пришли сюда. И это говорит о том, что опять подтвердается мысль. Где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. Хотя иногда бывает такое. Мы можем находиться здесь, а нашими мыслями блуждать далеко. И тоже не совсем то, что надо. А вот когда мы и в оплоти нашей находимся в молитвенном доме, и наши мысли здесь присутствуют, то это означает, что наши сокровища здесь находятся сегодня. Поэтому вот этот простой метод исследовать себя. Где твое сокровище? При выборе. Что я сегодня буду делать? И как раз, когда мы выбор делаем, это говорит о том, что наше сердце туда прилеплено. И, может быть, не надо ни гонений никаких, не надо ничего. А просто вот, просто вот. Вот, ты можешь быть в молитвенном доме, а можешь быть в другом месте. И то важно хочется, и то важно. Куда ты пойдешь? А купи, да? Обменяй что-то одно на другое. И мы сегодня уже время поменяли, время, чтобы могли быть дома. Мы пришли сюда. Но кто ехал на автобусе, и заплатили, наверное, немножко, да? Может, там билет немного стоит. Но заплатили. Потому что купили. Вот в этом смысле слова «купи у меня». Мы никогда ничего не можем приобрести, если что-то свое не оставим. Такого просто-напросто не бывает. В одном случае это, может, не сказать потери, а растраты большие, в другом – маленькие. Иногда просто пришли, силы затратили. Но затратили уже, правда? Не могло же быть вот так просто без ничего. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день эту Слово Господне и было для нашего сердца той платой или той драгоценностью, которую мы хотели приобрести, когда шли сюда, когда, наверное, молились об этом, чтобы Господь дал нам свое Святое Слово. Потому что, как сегодня было подчеркнуто, это не просто Слово, это сила Божья ко спасению. Оно действует иногда как-то непонятно разуму нашему, но оно помогает нам бороться, наступать на всякую вражескую силу. И вы, наверное, может быть, то необычный пример проведу или параллель проведу какой-то. Вообще-то не параллель, это просто, ну, житейские обстоятельства так часто складываются. Вот мы делали что-то и не могли держать победу в жизни. Не знали, как это сделать надо. Потом пришли, Господь нам Слово открыл, и когда мы Его взяли, мы держали победу, правда? Потому что поняли, как это делать надо. И вроде бы и сил не прибавилось, вроде бы все осталось по-старому, но мы поняли, как это надо сделать. И именно вот это Слово Божие, оно оказалось силой Божьей для спасения, для победы, для выхода из создавшейся обстановки. И вы не раз, наверное, испытывали бы в своей жизни. И я это испытывал, когда были трудные моменты, и Господь говорил, я тебе тогда дам, что сказать. И вот это, что сказать в данный момент, оно все поворачивало в обратную сторону. Кажется, а что тут особенно произошло? Ну, просто вот сказал то, что надо было, что именно было нужно, правильно сказал, и все повернулось. И настолько все иногда просто кажется, но насколько все сильно, когда где-то действует Слово Божие. И действительно, с этой точки зрения, даже с этой только стороны, я уже не могу развивать эту мысль дальше, даже вот с этой стороны, как я подшипываю, это уже является силой Божией ко спасению. А покуда не знал, не понимал и не мог одержать победы. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день действительно это Слово Божие стало для нас силой Божией ко спасению. И если уже продолжать апостола Павла, то он говорит дальше и Иудею, и Елену. Во-первых, Иудей, потом и Елену, и так далее, и так далее. Всякий, кто возьмет оружием Слово Божие, верующий, что это будет, или неверующий человек. Елен там имеется в виду человек, который далек от Господа. Но если он подчиняется Слову Господню, то имеет успех, имеет благословение от Господа. Поэтому я немножко напомню из прошлого. Может, кто-то не был, может быть, кто-то чуть-чуть призабыл. И основное внимание не то, что уделю, а просто вспомню. Мы говорили о сосудах. Помните, что в Большом доме есть разные сосуды. Есть золотые, черебряные, деревянные, глиняные. И Бог ими всеми пользуется. И теми, и другими. Но, говорит, одни в почетном в отребене, а другие в низком. Вы помните это местописание? Одни в почетном потреблении, а другие в низком. И я, помните, подчеркивал, что речь мне идет, что когда мы говорим серебряное и золотое, обязательно в почетном. А если деревянные, глиняные, то уже в низком. Нет, совершенно. Если кто будет чист от всего, то будет угодным владыке на всякое доброе дело в почетном потреблении. А чистым может быть сосуд не только серебряный, золотой, но и деревянные глинины, правда? Потому что чистота, нет материала, зависит из чего сделано. И нечистым может быть всякий. И золотое может оказаться нечистым, и серебряное казаться нечистым, и деревянный нечистым, и глиняный может быть нечистым. Поэтому здесь речь идет не о том, из какого состава, из какого металла, с чего он сделан, а о его чистоте. Поэтому пусть нас Господь благословит сегодня, потому что мы все сосуды, но уже какие мы, ну, наверное, не мне сегодня определять это, то Господь знает как. Но я знаю одно, что Господь хочет, какого материала мы не были сделаны, чтобы мы были чистые. И тогда будем угодны Господу, чтобы Он мог употреблять на всякое доброе дело. Есть и же нет, то надо будет употреблять. Но для чего? Чтобы почистить чистый, чтобы он еще стал чистым. А Бог нас всех употребляет. И обидчиков тоже употребляет, которые любят обижать, которые не выбирают слов, которые грубияны. Есть все. И Бог их употребляет, допускает, чтобы они обидели кого-то, чтобы мы могли узнать, как мы умеем прощать, чтобы научились, если мы не умеем. Чтобы мы разобрались со своими характерами. Всеми пользуются. Но, наверное, никому не хочется быть и мне в том числе, сосудом, который не в честь, правда? Ну, не в честь есть не в честь. Я когда-то вспоминал, даже здесь про разборы, когда одна из сестер просила помолиться за мужа, который, значит, не хотел ходить в собрание. Вообще-то он Библию читал, ее ей не запрещал, но сам не хотел идти. Вы, наверное, вспомните, когда я буду продолжать. Но она ему говорит, что, ну, надо же не в собрание, надо покаяться, потому что придет время, когда, значит, будет разделение, когда в пришествии Господь поставит одних по правую сторону, другой по левую. Ну, по правую сторону будут овечки, а по правую сторону козлы. А он говорит, ну, так что, так учишь люди верующие, и верующие в Божие, и не верующие в Божие. Но я думаю, ну, правильно, Божий козел. От того, что ты Божий, но козел, что меняется? Если ты Божий козел, вот радость большая. Божий и козел добавляется. От Божьей овца от эту радость. А Божий козел, ну, какая радость от этого? От того, что Божий, но козел. Какая радость? Все равно будешь по ту сторону стоять, по левую. Поэтому здесь тоже есть смысл. То, что мы в собрания ходим, что мы Божи не туда. Это уже хорошо. А уж есть и козлы. Это уже очень плохо. И тут не надо радоваться, что Божий. Это того мало пользы. Божий козел или еще что-нибудь. Поэтому я когда говорю о этих сосудах, то я говорю о том, что Бог будет пользоваться. Но какая радость мне от этого, если Бог хочет кого-то испытать, кого-то терпение испытать. Вот радость мне. От того, что... А Бог же мною пользуется. Я уже скольких обидел. Ну, наверное, радости мало от этого. Да, Бог пользуется. И, впрочем, если уже говорить так, я тоже, кажется, мне в прошлый раз об этом говорил, где Писание говорит, чтобы мы не осуждали друг друга. мы должны называть вещи своими именами. Мы не можем черным называть белым, белое-черным, сладкое-гурким, горкое-сладким. Но при всем этом не имеем права осуждать друг друга. Потому что Писание говорит, что ты осуждаешь чужого раба? Он перед своим Господом стоит или падает, но он не твой. Ну, не твой. И, помните, я еще напоминал, что он говорит, иное отличает 9 дня, а другое каждый мне судит равно. Помните? Ну, получается так, что Богу без разницы, как кто понимает? Ну, раз, и тот раб, и тот раб, и какая разница, тот понимает, тот не понимает, тот различает, тот не различает. Ну, да. Писание говорит, не осуждай, потому что он раб, не твой. И он что-то делает для Господина. Ну, опять-таки, а что делает? Кого-то укусит, кого-то обманет, кого-то что-то. Ну, испытывает, как мы друг друга черпим. А польза-то какая? Ну, Бог пользуется до поры до времени. Но дальше он говорит, что сегодня он упал, а завтра Бог его восстановит. И будет нормально. А сегодня он такой, и что он может делать, чем Бог и пользуется через него? А ты, говорит, не осуждай. Потому что он не твой, куда ты ни крути, но он не твой раб. И ты не имеешь права этого делать. Господин может своего раба осудить. Нам, наверное, это очень трудно делать. Когда видим, кто-то делает не то, что надо, то мы, с одной стороны, не имеем права что-то закрывать, называть вещь превратную. Но уже, когда мы что-то говорим, неприятное, то, ну, нет, да и проскаливают осуждение. Вот это, наверное, мы не умеем делать. Потому что Писание говорит, вот действительно, осуждение, осуждение близки. Помните? Близь, вот эту грань, вот как непросто перелезть. Ну, я просто напоминал последствия этого. Может, поэтому, я сегодня и напоминаю, для кого-то это будет важно. Если я, допустим, кого-то осудил, то я только в том случае без последствий могу жить, если я сам никогда в жизни никакого греха не сделал и такого вот, как он сделал. Если же я осудил кого-то, а сам в прошлом время делал, просил Господа прощение, Бог меня простил. Все это было покрыто. Но если я осудил кого-то, то, говорит, осуждая себя, ты и себя осудил. Не я, а ты. Осуждая других, ты то же самое делаешь. Помните это местописание? И я напоминал вот этого раба, которому господин 10 тысяч талантов простил. А он 100 динариев не мог. И господин его простил. Он ушел прощенным. Но когда он узнал, что он своего товарища не помиловал, то помните что? Он отменил свое решение, предсказал посадить его в тюрьму. Посадить его в тюрьму. Потому что я его простил, а он не простил. И он своим непрощением и себя осудил. А вы помните, того друга в тюрьму посадили, тоже в темницу посадили. И он туда пусть идет. Наверное, мы иногда в нашей жизни не совсем понимаем, что с нами происходит, когда Бог начинает с нами судиться. Кажется, все прошло, вроде бы и ничего. А вдруг раз что-то появляется, и оказывается, покуда мы могли быть милостивым, там, где можно было быть милостивым, было все покрыто. А когда ты это сделал сам, то автоматически из себя осудил, тогда иди в этом направлении, черпи. И получается нечто похожее, как в Священном Писании где-то есть. Кажется, в Писании Галатом, точно не помню, не буду называть местом, но там написано так. Если я разрушаю то, что сам созидал, то сам себя делаю преступником. Помните это местописание? Никто другой не видал, ты сам. Ты сам это сделал. Вот почему сегодня я уже начал с этих сосудов в чести и в нечестии. И очень хотелось бы, чтобы со всех сторон в любой точке зрения на проблему и на вопрос, чтобы мы были чистыми. И сами себя не подвергали многим скорбям. Такое место есть написанное? Я думаю, вы помните. Они говорят, сами себя подвергли многим скорбям. Не я, Господь говорит, а сами себя вот таким неправильным поведением, неправильными поступками сами себя подвергли многим скорбям. Поэтому пусть Господь благословит. Я еще раз напомню этот 21 стих. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». так что одни годны на всякое доброе дело, другие не на совсем доброе. Ибо говорят, что имею, то что, то и даю. Но там правда речь шла об исцелении. А в нашей жизни мы не можем дать то, что мы не имеем. А что имеем, то и даем. И дальше апостол Павел говорит, я оброшу внимание, я все-таки решил этот вопрос немножко осветить. 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Юношеские похоти. Насколько я помню, на прошлом разборе я сказал, что это слово похоти, несовсем означает влечение к противоположному полу. Хотя очень часто как только похоть, мы только об этом и думаем. А в самом деле это хотение. Что такое похоть? Хотение, сверххотение, ненормальные хотения, извращенные. А хотения разные бывают у людей желания. И я напомню некоторые места Писания, которые говорят о юношеских именно похотях, о неких определенных линиях поведения юношей, которые Писание отмечает. И оно говорит, и сейчас 1 столовая 9 стих я прочитаю. «Веселись юношу в юности твоей и довкушает сердце твое радости в одни юности твоей и ходи по путям сердца твоего и поведению очей только знай, что за все это Бог проведет тебя на суд». Вот наверное более чем кому-либо именно в юношеском возрасте хочется ходить по путям сердца и поведению очей. Наверное в более взрослом возрасте или более позднем возрасте наверное уже людей есть опыт и они уже понимают как есть меткое выражение что не все то золото что блестит. А вот у юношей как раз вот такое отношение. Нет вот этого именно такого трезвого понимания. И Писание говорит «Ходи, но знаешь что за учет Бог тебе на суд проведет». И второе место Писания говорит «Икклесас 11-10 «И удаляй печаль от сердца твоего, уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность суета». Вы наверное сами когда вы проверите свою жизнь если даже вы были верующими если даже родились верующих семьях то в юности настолько было много исканий каких-то которые просто время было потеряно может быть сил были потеряны но никакой пользы они не пронесли оно казалось суетой что такое суета это бесполезно это ненужно это то что не принесло пользы и вот как раз то в юности очень много суеты силы были потеряны я даже не говорю о чем то грубом таком а просто от непонимания чего-то добивался чего-то хотел а потом оказалось а зачем это надо было вообще-то я когда ничего не посмотрю даже на образование которое мы получали в школах наших все мы учились как мы все учились по немного чему нибудь и как нибудь пытались дать нам такое общее образование обзор чтоб был но на самом деле для некоторых из нас надо было только арифметику считать где они научиться и копать лопатой а высшая математика сопромат мы никогда ее не пользовались но правда там брат Миша там читал где-то ему нужно было расчитывать что-то а я например никогда не пользовался им и наверное через года два забыл вообще что-то такое но мне не надо было мне не надо было многих предметов которые я изучал и наверное есть некое разумное поведение в других странах но когда именно где-то что-то дадут а потом ты по своему увлечению выбираешь предмет и учишь остальное оно не надо может быть для проповедника может оно и надо немножко астрономии знать немножко географии немножко еще что-то немножко еще то а в общем то вы сами можете сказать что вам надо было чем мы пользовались остальное оно было не надо а раз оно не надо говорит суета это напрасно потраченные силы напрасно убитое время напрасно и очень много такого напрасного а уже если говорить сегодня о юношестве об исканиях родичного рода я сегодня наблюдаю ну немножко помню прошлое время немножко помню молодежь того времени когда я был еще с молодежью теперь уже считаю что я молодежь но понимаю что не молодежь вот сколько вот таких исканий еще до металищи туда третье четвертое и оказалось просто ну просто провели время лучше бы оно было проведено в какой-нибудь работе более серьезной я помню то псалмы сочиняли то музыку подбирали и однажды когда спели под эту аранжировку новую по границе стоишь в черновом венце то мне плакать захотелось не от того что очень хорошо а пародия настоящая ну куда время убили зачем это надо было вы меня понимаете что я говорю ну искали рвались наверное хотели быть знаменитыми а много ими стали но во всяком случае в музыке я не знаю никого где-то в другой сфере да успели и хорошо а в музыке нуль пели пели сочиняли сочиняли а уже сегодня их никто и не поет уже и забыли что они вообще и были почему может быть не совсем пустое что после могли оценить глянувши назад что опыт какой-то прибыль зачем нам это надо было и писание обращает внимание юношеских похотей убегай вот эти желания которые во все это мы часто не контролируем и мотивы вот зачем это надо не выясняем до конца я уверен если бы мы вот родилось сердце желание какое-то захотелось что-то сделать если бы мы подумали и дали себе отчет а для чего я это делаю то процент то 80 вообще не стали бы делать обнаружили бы что оно что не чистое а оно что делается не для того чтобы Бог был прославлен но делается ну во имя свое в конце концов что пользы никакой не даст и вот писание говорит вот недаром апостол Павел Тимофей как служителю который должен был иметь дело с людьми он написал юношеских похоти убегай и одно из них суета много-много напрасного ну а вообще-то такая наша жизнь и здесь же стоит вопрос не в том чтобы где-то в эту суету не влезть а чтобы понять и сказать Господи прости меня что дети ну разум такой ну что сделаешь я однажды говорил на эту тему проповедь вы помните она смысл в чем заключается что человек сеет зерно ну делает свою часть работы а потом идет и спит и он не знает как оно растет но там интересно такая мышь подмечена сеется зерно чтобы получить зерно правда но прежде чем получить зерно там написано зелень сначала появляется потом колос а потом зерно в колосе потом еще поспеть должно но оказывается вот никак нам в нашей природе человеческой вот этой суете не избавиться зелень вы знаете как он называет зеленым зеленый ты зеленый кого ты учишь еще ну зеленый ну может там оно и есть что-то но оно зеленое оно зеленое поэтому с одной стороны и упрекать не будешь потому что ну а как иначе сначала и земля вылазит потом зелень потом появляется этот колосок тоже зеленый а потом зерно в колосе ну а сразу никто не получал зерно и сразу зерно лопаты не было такого никогда но на сегодняшний день нам очень хочется поменьше вот этой суетой увлекаться понимать чтобы не двигали похоти и служить господу и следую тех которые я прочитаю что свойство на юношам вот эта похоть желание книги Исаии написано и в народе 3 глава 5 стих и в народе один будет угнетаем другим и каждый ближним своим юноша будет нагло провозноситься над старцем ну и там дальше написано и просто люди над вельможей и так далее наверное то самое неприятное явление когда дети юноши провозносятся над родителями когда они думают что они разумнее всех а это здесь почему-то это желание это желание отличиться это желание ну быть выше и умнее правда я так вот посмотрю сегодняшние дети ну если сравнить их возраст и наш то они гораздо умнее нас и ну по всем стандартам но тем не менее при всех их уме они не смогут жить сами им нужны родители им нужен их контроль вы меня понимаете что я говорю а так да наверное где-то в 8 лет я вообще понятия не имел о чем-то были коляски деревянные с ручкой да и все вот и все что я знал а сегодня дети не совсем другое знают пожалуйста любую программу и запишет и спишет и что хочешь делает ну а с другой стороны оно же преимущество не дает над старшим абсолютно никакого они полностью зависимы от родителей если в церкви зависит от служителей зависит а вот такое вот желание быть лучше стать выше пошмеяться как никто однажды я недавно был на одном молодежном районном говорят никогда не скажут мама и папа о предке или что что-нибудь вот такое как будто это что-то такое знаете что-то далекое 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 это вот такой жаргон унизительный и они часто этого не понимают даже и я когда-то рассказывал пример я хотел показать чтобы мы все-таки были внимательны к старшим если мы юноши если мы дети если мы даже каких-то вопросов более вообще родители наши даже и близко не могут стоять рядом с нами это совсем ничего не значит что мы умнее совсем не значит что именно мы такие есть время такое что-то вот бог делает да не учили если бы нас учили вот там наверное и мы успели бы но сегодня я просто вспоминаю не хотел бы чтобы так было это когда я был в Финляндии я тоже этот пример рассказывал и один из братьев финнов он тоже хотел немножко приостановить молодых чтобы они не думали что знают что-то очень много но рассказал один пример который он говорил в самом деле он был это был человек эстонец был и был такой ну наверное с желанием где-то быть в первом эшелоне человечества ну и значит его было желание ну надо как-то отличиться от всех остальных людей как говорят я не хочу быть винтиком в этой серой массе я хочу блестеть я хочу отличаться сегодня то волосы перекрасят полосами зеленый-синий цвет то есть что-то роги поставят лишь бы отличиться ну лишь бы тебя отличили я что-то не понимаю зачем это надо может по своей натуре я всегда иду сзади стараюсь сзади быть ну я ну и говорит он думал ну как же отличиться ну какую сферу деятельности избрать чтобы ну и думал думал ну говорит банкиром быть надо капитал какой-то начальный хотя бы быть ну где-то там ученым быть ну надо голову иметь ну значит решил что проще всего это купить скрипку и быть музыкантом знаменитым ну купил ну что-то игра и научишься и будешь играть вы знаете музыканты тоже сегодня много зарабатывают ну а был такой человек жесткий он не очень-то любил когда ему подсказывают не очень-то любил когда его учат наверное такие люди и замашки на большое есть они думают что в самом деле они обладают огромным потенциалом внутренним хотя иногда его не оказываются ну и вот купил скрипку и ходит по комнате и играет жена поглядела на него ну он значит взял скрипку правильно взял положил значит пальцы перебирает струны она думает ну не так же играют а как ему подсказать ходила ходила слушай ты все правильно делаешь ты говорит правильно взял скрипку ты говорит правильно перебираешь но я говорит видела когда играют на скрипке то говорит водят по струнам они на одном месте то они говорят, только ищут музыку, а я сразу положил пальцы, играю, а мне не надо искать, они говорят, ищут пальцами где-то, а я говорю, сразу знаю, куда ложить пальцы, вот положил, играю сразу. Наверное, и мы тоже в юношестве, в детстве, может, тоже думали так, что-то другие ищут, а мы сразу, мы знаем, где нажать, где что сделать, но на самом деле, оказывается, ну, из чего они этот пример рассказывают, как отрицательный, вошел в историю, ну, хорошо, что еще имени не называли. А так мы все примером по всему миру, что так учился играть. Можно по-разному зарабатывать авторитет свой. И поэтому вот здесь как раз то Писание говорит, вот этих юношеских похотей, я подметил, провознестись над кем-то, говорит, избегай, потому что опозоришься, опозоришься. И я тоже об этом рассказываю. Вот американский пример, когда вот один из проповедников любил, значит, начинать свою проповедь со слов, ну, эту, конечно, я уже читал, ничего нового прочитать не смогу. И вот однажды, значит, дети там где-то играли, это была американская Библия, а не наша. И жевательную резинку положили в Библию и склеили несколько листов. Он начинает, как всегда, что, ну, это я, конечно, уже читал, ничего нового я не прочитаю. И, значит, и читает дальше. И пошел, значит, не помню, уже кто-то, и взял себе жену, перерывист вот листок, длина ее 150 локтей, ширина, потом говорит, слушай, а вот это вот я еще ни разу и не читал. Потому что он взял о жене перерывист, а там о ковчеге, а там размер, о, о, от этого вот я никогда не читал еще такого. Вот такого не читал. Вот так был очень просто. А может посрамить человек, который хочет кем-то особым быть великим. И в последствии мы даже иногда и не понимаем, ну, а почему это так? А Писание очень прямо говорит, что Бог гордым что делает? Он не просто их игнорирует. Он не просто на них не обращает внимания. Он им противится. А вот эту противиться, это уже не просто проигнорирует. Это что-то вот допустит такое, что он, ну, как говорят, у лужи посадит. И прям так основательно, что позже, наверное, ну, долго будешь помнить. Поэтому я решил все-таки вот этих юношеских похотей немножко коснуться, потому что мы не всегда вот это отмечаем для себя. И может быть кому-то пригодится в будущее время. Но здесь не так-то много юноши. Но мы иногда бываем и 60-летние. А по голове дети самые настоящие. Иногда надо подсказать вот эти вещи, чтобы обратить на это внимание. И дальше читаю книгу притчей. Первая глава, четвертый стих. Что именно свойственно юношам? На что надо обратить внимание? Хотя это уже, наверное, не назовешь похотью. Простым дать смышленность. Юноше знание и рассудительность. Вот чего часто не хватает юноши. У него есть желание делать что-то. Часто будет очень напористое в достижении целей. Но не хватает знания и рассудительности. Как правильно воспользоваться тем, что знаешь? Да и знаешь, наверное, мало. Это нам докажется, что мы все знаем. Но Писание говорит очень прямо и ясно. Кто думает, что он знает что-нибудь, то что? Тот еще ничего не знает, как должно знать. Ну что? Но кто любит Бога? Потому что дано знание от Него. Юноше дать. Одно дело я знаю. Другое дело откуда я знаю. Это две разные вещи. И сегодня у нас не стоит цель заполнить голову знанием. Лишь бы каким. А именно тем знанием, которое от Господа приходит. Потому что оно как раз то и принесет пользу. Ну и следующее место Писания прочитаю. И я буду заканчивать именно вот этот текст Писания. Послание к читу. 2 глава 6 стих. Юношей также увещавай быть теломудренными. Вот как раз то об этом в юношестве и не думают. Я уже не шифрую теломудренные. Но вы понимаете. Вот иногда некоторые есть вещи, трудно словами сказать. А на самом деле мы понимаем, что такое теломудренным. Чистым, святым. Все вместе это собрано. Юноши на это часто не обращают внимания. А говорят, чем хуже, тем лучше. Лишь бы обратили внимание. Чем хуже, тем лучше. Пусть Господь нас благословит для того, чтобы мы немножко разобрались с этими похотями юношескими. А вообще, вот то, о чем я теперь говорил, оно иногда может сопровождать людей и впоследствии. А вот есть нечто, что юношам свойственно. Может быть, даже не написано. Я знаю по опыту. Во-первых, насмешки над слабыми. Это свойственно очень часто. Иногда вот так просто завуалировано, но это есть. И оно почти втражается очень сильно в жизни. Издевательство. Я как-то повторял не один раз. И на кассетах где-то есть, когда касается освобождения, когда кто-то из молодых людей, где-то лет за 20, наверное, был. Я уже время не могу сказать, возраст не могу сказать точно. Когда пришел с такой нужной, говорит, походка стала расстраиваться. Вы знаете, есть люди, которые легко управляют ногами, красивая походка. Вот, а есть ноги тащат за собой. Вот не управляют ногами и все. Как будто они парализованные. Он исповедовал все, все. И когда мы зашли молиться, и Господь открывает причину. Говорит, проклятие лежит на тебе. Ты, говорит, дразнил инвалида так, как он шел. Я, говорит, вижу видение, идет инвалид, а ты его дразнишь. И он, говорит, обернулся и проклял тебя за это. И вот у тебя сейчас действительно спрашивают, это было, говорит, подумал, говорит, было. Было это. И было, что, и вспомнил, что было, и вспомнил, но уже не передавал, как он это сказал. Это очень серьезные вещи. Это уже, наверное, не просто похоти. Ну, я не знаю даже, как это назвать. Но это то юношеское, когда есть силы, есть какие-то способности, но головы не хватает. А второй был, это был первый, потому что это был второй, слушай, вот с юношами связанным, в юношеском возрасте было связано. А второй был, когда, говорит, пришел с такой нужной, язык стал заплетаться. Я уже не знаю, откуда они приезжали, эти братья. Это были братья. Это не были люди неверующие. Язык стал заплетаться. Я очень хорошо говорил, и стал язык заплетаться. Не могу чисто разговаривать. Потом обнаруживается, Господь говорит так, на тебе лежит проклятие. Ты, говорит, твоей юности ловил птичек, вырвал у них языки и отпускал их на свободу. И вот теперь твой язык за это издевательство заплетается. Это у тебя, говорит, было? Да, это было. Это был, ловил птичек, вырвал языки и отпускал на свободу. Вот, пожалуйста, Юрий, ну зачем? Вы спросите, зачем эту вещь делать? Зачем? Ну вот делал человек такие вещи. И после приходит в жизнь вот это, то хорошо, больше ни один, ни другой не появлялся. Наверное, все нормально. Такое часто, где-то через 6 лет, через 7 встречаются, и говорят, вот побыли, помолились, и все исчезло. И их не было уже после. Ну хорошо, если это так. А если это неверующий человек, когда у него нет возможности отречь, нет возможности покаяться, и будет ходить. И даже не сумеет покаяться, потому что не будет думать, что это возьмите за что-то. Ну за что пришло? Наверное, Бог будет роптать. А что Бог думает? Почему Он так делает, что у меня так? Поэтому, если даже что-то в нашей жизни было плохо, у нас есть возможность поменять. Мы знаем, как это делается. Мы читаем Писание, и Бог это совершает, свою работу. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы обратили внимание. Я как раз вот назвал то, что юношеское. Я не думаю, что ребенок может поймать птичку и вырвать язык. То надо уже иметь способность и силу. И взрослый не будет этого делать, таких глупостей. Это именно тот возраст, когда сила есть, а ума нет. Говорят, потому что сила есть, ума не надо. Но тут другое. Сила есть, а разума не хватает. Ну зачем ты это делаешь вообще-то? Читаю 23 стих. От глупых же. Я это тоже читал. И невежественных со сцязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Вообще ссориться вообще нельзя. Потому что, вы помните, Писание говорит, что ссоры подобны запорам замка. Если ты уже поссорился с человеком, то уже очень трудно достигнуть до его сердца. Между вами стена стоит. А сегодня, допустим, цель нашей всякой работы, нашей проповеди, это донести вес спасения до человека. То есть, если же поссорился... Ну, я опять говорю, этого нельзя делать, не надо ссориться вообще, ни за что. Но за что-нибудь серьезное. Ну, тут же как-то можно... Ну, ладно. А вот, говорят, глупые и невежественные со сцязания. Оказывается, если не думать, если не анализировать свою жизнь, то у нас с вами могут быть глупые и невежественные со сцязания. Среди верующих людей глупые и невежественные со сцязания. Потому что Библия написана не для неверующих. Она написана для верующих людей. Для неверующих в Библии написано только один текст. Покаясь и веруй в Евангелие. А уже все остальное написано, чем, которые покаялись. Это не написано, чем, которые вне Господа. Они не признают этой книги. Это нам написано. И еще раз повторяю. От глупых и невежественных со сцязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться. Тут такой прямой ответ. Как себя вести? В тех, значит, ситуациях, когда где-то что-то, ну, какое-то столкновение интересов или столкновение мнений или еще что-нибудь похожее, то и в этом случае рабу же Господа не должно ссориться. Но каким быть? Но быть приветливым ко всем. Пожалуйста. А как это, наверное, непросто, да? Но я думаю, вы понимаете, что такое быть приветливым. Опять-таки, иногда трудно объяснить смысл. Но мы понимаем, что такое приветливое. Это что-то, которое располагает к себе. Которое имеет что-то располагающее. Приветливое. Передайте привет. Но это уже говорит о том, что хочет иметь какое-то общение. Помнит. Привет как раз употребляется в этом смысле слова. И привет передают не для того, чтобы огорчить, не для того, чтобы разорвать отношения, а чтобы их поддерживать, правда? Говорит, будь приветливым. Но быть приветливым ко всем. Учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников. Ну, друзей наставлять проще с кротостью. С кротостью. Или с лаской, надо сказать. Или как еще слово кротость переводится. Нежность. Говорят, что нежность – это эквивалент. Но, наверное, и то, и другое, и третье. И вот здесь интересная мышь подмечена. Что нежность как раз является тем инструментом, которым открываются сердца людей. Я еще раз прочитаю. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния и познания истины? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот насколько важна нежность. Будьте братолюбивы, с нежностью. Так читаем, правда? В почтительности друг друга предупреждайте. Наверное, нам очень не хватит. Это не просто сладкие слова. Это, наверное, чувства вложенные. Потому что, если внутри зло, а на языке вроде бы нежность, то это же не совсем нежность. Вы меня понимаете, что я хочу сказать. Это, наверное, какая-то подделка. Но как еще можно назвать вот такое поведение? Это просто обман. Вот я имею в виду, и здесь имеется в виду нежность. Не только на словах, но и чувства нежные вложены. И там нет сзади чего-то отрицательного. Ведь Писание говорит о том, чтобы мы не прикрывались словами. Чтобы свои, может быть, негативные чувства не прикрывали словами, которые приятны кому-то. Ведь такое может быть. Направление сердца отрицательного, расположения нету как такового. Ну, а на словах... Мы такой псалом когда-то пели. Я не помню, чтобы мы его теперь пели. Там, мухомор, мухомор, как красивый твой убор. Кто его помнит, этот псалом? На словах, как елей, а в душе фаришей. Я помню немножко вот это. Говорит, на словах, как елей, а в душе фаришей. Ну, мы уже позабывали такие псалом, потому что мы не фаришей, и нам это не надо. Ну, мухомора много сегодня есть. Говорит, снаружи красивый, ну, правда красивый гриб мухомора, и украшен, но, говорит, очень дедовитый, и, ну, наверное, только животные лечатся, ими то, наверное, не едят. Как горькое лекарство принимают. Говорит, так. Рабу же Господу не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным. То есть, иметь способность учить. Учить, убедить – это тоже способность. Но она не будет работать, если не будет именно вот этой нежности или кротости. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? И здесь даже не утверждается, что даст. Здесь даже нет уверенности, что человек покается. Но незабываемо от того, что он будет делать дальше, какие его намерения. Наша сторона – быть приветливым, незлобивым, учительным и скротностью наставлять. А, знаете, иногда так хочется рызануть, когда тебе рыжут. Ну да. А мы ж на язык-то колкие бываем, правда? Он говорит – палец в рот не клади. Но можно так остановить, можно так постыдить человека. Можно ему показать, что ты, дорогой, не в ту степь попал. Но обратить к Богу – никогда. Вы меня поняли, что я хотел сказать? А ведь то наша самая главная цель, чтобы как-то раскрылась черт, чтобы человек к Богу обратился бы. А остановить и поставить его на место. Много методов есть. Но все они недостойные Евангелия окажутся. Потому что мы тогда забываем о самом важном. Что мы хотим, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А ключ к сердцу – это нежность, ласковость, это он, ну, в Духе Святом отношение с человеком. А иначе ничего не получится. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Воля человека. У человека есть воля. Но человек очень редко ею пользуется. Он ею пользуется во время выбора, под чью волю стать. Под волю Божию или под волю дьявола. Свободным практически почти никогда не бывает. Потому что если даже человек творит свою волю, то это уже не Божье. Если человек свою волю творит, то это уже не Божье. А Бога устраивает только тогда наше поведение и жизнь, когда мы Его волю творим. И я всегда вспоминаю вот этот случай, который произошел с апостолом Петром, когда Христос ему сказал, что ему придется идти на крест. То он сказал ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Вы помните, что Христос ему сказал? Отойдет мне сатана. И вот ты думаешь не о том, что Божье, а о каком? Вот человеческое. Ну, отойди сатана. Я думаю, что не Петра назвал он сатаной. Он видел, кто за ним стоял. Он знал, что Петр не сатана. Он знал, кто ему такую мысль вложил. И вы знаете, через что вложил? Через сострадание ко Христу. Он не был противник Христу. Это не ненависть заговорила в нем, что дьявол воспользовался. Просто воспользоваться им жалко стало. Но если это жалко, оно направлено на разрушение работы Божьей, то им пользуется дьявол тогда. Вот как легко можно попасть в этот плен. Но там не был плен. Я не скажу, что это был плен. Но в это время Петр исполнял его волю. И Христус ему сказал прямо, отойдет меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Я бы очень хотел, чтобы мы вот это поняли. И чтобы наша воля, насколько наш духовный возраст нам позволяет, насколько мы преданы Господу, чтобы наша воля была под контролем воли Божией. И не нашей, и не сатанинской. Вот есть три воли. Но наша воля, она бессильно устоять против этих двух личностей. И против Бога, и против дьявола. Поэтому неудивительно, что сегодня, особенно там, где часть людей, или членов всеми верующих, часть неверующих, вот приходит время, чтобы расплавиться, но понимает все. Готов менять, потом через короткое время надыб встал, но не тот человек совершенно. И домашние не узнают, тот это или не тот. А причина простая, что в это время его волей завладел дьявол, и начинает говорить и делать то, что ему хочется. А он уже бессилен остановиться. Бессилен. Очень часто таких людей называют лицемерами, обманщиками. На самом деле это не так. Они просто бессильные. Они искренне плачут, они искренне клянутся, что не будут делать, они искренне хотят избавиться, но не просто не понимая, что без Бога они этого никогда не сделают. А потом приходит время, и все по-старому, и уже им никто верить не хочет. Считают, что погибшие люди, что вообще-то они знают только лгать и врать, а на самом деле не попали в плен. И сильнейший взял их работу, и говорят, вы помните выражение, идет как волна в бой. А как волна в бой идет? Он сопротивляется, его тянут. А что делаешь волна против трактора? Ну, вы знаете, волна тоже крепкая, но трактор сильнее. И он упирается, но идет с той скоростью, с которой трактор его тянет туда. Потому что дьявол уловил свою волю. Вот почему так непросто достигнуть сердца человека, почему так непросто человеку отказаться от греха? Потому что воля, говорит, раздавлена. Безбольный человек стал. Катиться в пропасть и остановиться не может. Дьявол уловил свою волю. А читаю третью главу. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И почему они будут тяжкими? Ибо люди будут. Не время само по себе тяжкое. Время есть время. Я даже не могу сказать, что такое время. Я только просто знаю, что с точки зрения Слова Божия, это благодать, Господь, это милость Божия. Ну, с какой точки зрения, это милость Божия время? Когда Адам согрешил, попал в плен к дьяволу, а в лице Адама все человечество, то Бог ввел понятие времени, сказал, ты умрешь. Ты умрешь. И это было милостью со стороны Божией. Иначе Адаму, и человечеству, пришлось бы жить в плену дьявола всю в вечность, и никто не смог бы им помочь. И это что-то было бы ужасное. Вы сегодня видите психически ненормальных людей, одни буйные, а другие просто бегают по улице, размахивают руками, вроде безобидные, но я думаю, никто из вас не захотел бы жить все время вот так. А такая судьба была готова на человечество, когда он попал в плен к дьяволу. Поэтому Господь с самого начала сказал, если ты согрешишь, ты смертью умрешь. С одной стороны, это очень жесткое наказание, а с другой стороны, если посмотреть, что через смерть все-таки можно где-то Бог изменяет нас, потому что вечности это временное. Это уже милость для человека. Мы говорим даже в самое трудное время, мы говорим это временно, это временно, это временно. А если бы посмотреть и не увидишь что-то временно, а это вечно, то даже вот то, что мы сегодня переживаем, если даже может неплохо живем, то голова немножко побаливает. Если вам сказать, что все время она так будет болеть, наверное, не захотелось бы жить, правда? Ничего больше, вот только то, что теперь. И уже не захотелось бы жить. поэтому мы сегодня должны благодарить Бога, что Бог временно сказал, да, попались, но это будет временно, это будет не всегда. Потому что смертью, есть, возьмите за грех смерть, а я сам умру за вас, такие планы были, и дам вам спасение. Если бы это было по-другому, вот такая вот мудрость Божия. И вы помните, некоторые вещи, которые Бог делает с людьми, им кажется жестокостью, но на самом деле оказывается это милость. Я напоминаю еще один факт из того первого грехопадения. Когда Адам согрешил, вы помните, что Бог сделал? Он его выгнал из рая. Написано «изгнал». И вы помните, по какой причине? Там было дерево жизни. И Адам мог бы кусить от дерева жизни и стал бы жить вечно. Тогда не было бы смерти, и тогда никто ему не помог бы. Он был в вечной смерти духовной. А смерть означает разделение с Богом. Поэтому кажется, Господи, один платил, ты взял, выгнал. Как будто очень жалко плода было. Нет, не жалко было плода. А Бог видел опасность, что Адам уже научился переступать Слово Божие. А вы знаете сами из своего опыта. Когда вам что-то приказывали строго-настрого не делать, то вам трудно было это сделать первый раз. Но когда вы сделали первый раз, то уже второй раз было легче. А если сделали два, там еще легче. А уже после отказались от всяких тормозов. И Господь понимал, Он сказал, Адам стал как один из нас, знаю что добро и зло. Но уже в его плоти живет зло. И вот как бы он не догадался, не пущил от дерева жизни. А жить-то хочется. Вот Бог вложил это желание жить. И он не отнял и в Адама желание жить. Да и у нас, наверное, как бы нам трудно не было. Мы хотели и хотим жить. Если были времена какие-то паники вот такой, когда раздавлены были, приходили времена кончить жизнь самоубийством, но потом все-таки останавливались, нет, все-таки жить. Все-таки жить это лучше. Это лучше жить. Жить, жить, жить. И как сегодня люди хотят жить. И Бог эту жажду жить не отнял. Он хорошо понимал, что Адам сделает все, тут же опять нарушит заповедь, кучит от дерева жизни и станет жить вечным и все тогда. Никто ему не сможет. Он его выгнал, взял. И мало того, что выгнал оттуда, он поставил херувима, чтобы он охранял его. Не знаю, как это на земле сегодня смотрится, что это такое, но никто что не нашел этого дерева жизни. Только фантазеры, ученые ищут эликсир жизни, ищут как-то, как-то, но они его уже не нашли, потому что надо искать не эликсир жизни, а дерево жизни. А оно под охраной в Едемском саду, и никто не знает, где он даже. Так что я совершенно уверен, никто его не найдет. Надежная охрана поставлена, чтобы люди в грехах не стали жить вечно, потому что это будет самое несчастное творение во Вселенной, если они будут жить во в грехе. Поэтому я на это сегодня обращаю внимания. Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. Вот Бог дал время, вот Он назначил времена. Для чего? Чтобы они искали Бога, не найдут ли Его. Но люди это время заполнили исканием, но не Бога, а того, что не спасает. Что просто удовлетворяет здесь на земле, но что совершенно не надо будет в вечности? Почему не будут тяжкие времена? Люди будут. Так что тяжести все формируем мы. Сами для себя. Жена формирует тяжелые или в церкви. Кто-то еще формирует этот климат. Это же не то, что падает откуда-то, неизвестно откуда-то. Это кто-то привнес, это кто-то делал, это кто-то говорил, это кто-то делал, это кто-то вродил, это кто-то не понимал, это кто-то. И если сегодня мы говорим о том, о бесплодии земли нашей, то Писание говорит, тоже за грехи людей что-то он превращает землю плодородную саланчатую за нечастие живущих на ней прямо написано. Сегодня в пустыне по слоям этого песка находят города, которые раньше процветали. Почему так получилось? Очень простая причина за нечастие живущих на земле. Сегодня очень часто говорят наступает пустыня, завоевывается еще больше и больше территории. Грех наступает и пустыня наступает. И говорят, море где-то наступает. Это все те стихи, которые могут поглотить человечество за его беззаконие. Ибо люди будут, ну, на теперь уже некие черты характера здесь отмечены. Грехи определенного рода. Какие люди будут? Люди будут, и прежде встать на перемесе, самолюбивые. То есть больше всего будут любить самих себя. И Господь не один раз предупреждал, в Священном Писании есть несколько текстов таких, которые говорят о том, я где-то недавно повторял, может быть, где-то когда церкви посещал, или на разборы, я уже точно не помню, но Господь говорил так, что вы, говорит, живете так, как будто вы одни на земле поселены. Все ваше, все вам, все мне, все мое. Это настолько ярко выражается в жизни людей. Я тоже когда-то говорил, я работал с одним шлесаром, это был бригадир шлесарей, на комбинате клапчатого буважа, там одного бригадира называли так, мое отдай, не дам. это был весь его лексикон, это мое, что он видел, отдай, ну дай, Володя, не дам, мое, отдай, не дам, люди будут самолюбивы. А я не думаю, что если бы ему сказали, ты самолюбив, он согласился бы. Он, наверное, не думал, что он сам себя очень любил, свое лицо или так далее. Но вот жизнь вся говорила о том, что больше никого не надо, только я, давайте мне. Люди будут самолюбивы, горды, ну вы сами понимаете, что такое горды, надменны, что только надмевается, над кем-то возвышается. Надменны, злоречивы. Ну мы о злоречии говорили уже. Вот есть, допустим, ругательство, есть, как мы называем, гнилые слова, а есть злые слова. Злоречивы. Это цензурная речь, очень культурная, иногда очень красиво высказанная, но злая. Злоречивы. Поэтому, если мы друг о друге говорим негатив, зло друг о друге говорим, а вы понимаете, что значит, говорит зло друг о друге, значит, мы злоречивые. Злые речи. Злоречивы. Родители мне покорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Ну, я думаю, вы вообще понимаете вот смысл этих слов. Недружелюбный человек. Непримирительный. Вот никак не хочет примириться с кем-то и все. И так, и так, и с одной стороны, и с другой, и с третьей. А вот никак. Иногда на словах вроде так, но по отношению не так. А вы знаете, как разобраться, примирились или нет? Скажите, кто тебе знает, что ты думаешь? Когда люди примирились, они делают добро друг другу. Если это настоящее примирение. Я это говорю наставание и Писание. Вы много можете текстов вспомнить и найти, когда люди примирались, эти конфликты возникали. Они обязательно давали подарки друг другу. Помните? Это было не просто прости меня и побежали, там на ходу кинули. Но если примирились по-настоящему, то они готовы друг другу делать добро. Если этого нет, это говорит, что-то не то, не совсем то. На языке, на словах, а на самом деле этого нету. говорит, непримирительны, не могут никак примириться. Клеветники, ну, клеветники, понимаешь, что такое клевета, а то ложь всякую наговаривать. клеветники, невоздержны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, в поле написано надутые. А что такое надутые? Это вот так вот, как пузырь какой. И это именно рисуется как надменность. я с тобой вообще-то и говорить не хочу, ты мне не равня и так далее. Они часто говорят, я с тобой свиней не пас, чтобы с тобой разговаривать. Я часто вспоминал, у нас в деревне был один человек, он вообще-то был такой, ну, по разуму недалекий. Но вот, когда надо было унизить кого-то, он был специалист. И он говорил так, я с тобой говорю, от тебя не вижу. Он был так вот для людей, я с тобой говорю, от тебя не вижу. И буквально вот как-то ну, знаете, надутые, вот, вот, шоки раздуваются, ну, надутые. Надутые. И вот в поле написано, напишено надутые. Более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Да, конечно, речь не идет о сахаре, как некоторые думают. Конфеты любит и сахар. Нет. Сластолюбивые это житейские сладости имеются в виду. Они самые различные могут быть. В самых различных сферах жизни. Это кто-то когда-то толковал, это какое-то сластолюбивое, который сахар любит, который сладкого много ест. Но может с этой стороны и здесь ешь что-то, но здесь не об этом идет речь. Речь идет о грехе, который сладость доставляет. А то, что сахар любишь, но если нет сахарного диабета, то ешь, что жалко, что ли, что-то грех, что ли, кто-то соль любит. Но я знаю, таких, которые пол-ложки съест, тогда надо что, его обвинять за что-то, но он любит это. Пусть ест соль, пусть ест сахар. Наверное, больше есть тех, кто сахар любит, чем соль. Но здесь речь о сладости греха. О другом идет речь. Сластолюбивый. Более сладостолюбивый, нежели боголюбивый. Потому что Бог, ясно, что о грехе идет речь. Более сладостолюбивый, нежели боголюбивый. Не идет о тех сладостях, которые мы сегодня имеем, каждый в своем доме где-то. Имеюще вид благочестия, а силы же от трекшиеся. Таковых отдаляйся. Вот интересно. Бог вообще говорит о том, чтобы не удалялись друг от друга, чтобы искали общение, чтобы от друг таковых удаляйся. А он, наверное, не просто не говорит, что общих интересов не было. Говорит, Писание говорит прямо, что худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы. А в мире, говорят, есть пословица «С кем поведешься от того и наберешься». И, наверное, мы это испытали в жизни каждой где-то. В какой мере, когда, в чем? Но мы это хорошо понимаем, что Писание говорит о том, что есть некоторый смысл и удалиться. таковых удаляйте. К чьим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Ну, а я специально смотрел подник, там написано такое слово, говорит, обольщают баб. А баба это очень непрезрительная есть женщина, когда унизительная. Там вот как раз это слово употреблено. Конечно, я не советую, чтобы мы его употребляли. Недавно мы были в одной церкви, один брат говорил, хорошую проповедь, говорил старичок. А Моисея, ну и вообще вопросов нет. Но когда он сказал, что говорит, еврейские бабы здоровые, здоровее, ну, знаете, все, все смазал. Сказал это одно слово бабы и все уже. Хи-хи-хи-хи и уже все уже. Поэтому, хотя я сказал, там написано бабы, как это прозрительное. А сегодня бабы это же прозрительное. Ну, может быть, не совсем глубоко, но на самом деле это так. Ну, я же говорю, говорил так хорошо, говорил все. Но, как сказал вот это слово, говорит, почему вы не мешаляете детей, мальчиков? А он ему сказал, говорит, еврейские бабы не так, как египетские, они здоровые. Ну, и все. Смазал все. И уже до конца вот что и сказать одно слово какое-то вот. не то, которое надо было бы. И все уже тогда как-то и смотрят по-другому и все. Хотя, ну, что унижать? В деревнях так и говорят. Моя баба привезла то и то, моя баба ходила туда и туда, но, а для нас уже то режет слух. Поэтому, с этой точки зрения тоже надо быть осторожными и аккуратными. К чему принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями? Вот здесь есть ответ, кого можно обольщить? Кого можно обольщить? И не только о женщине здесь написано. Утопающих во грехах и вводимых различными похотями. Тот, кто не вводится похотями, его трудно обольщить. А вот кто сам склонен к этому и говорит, один другого находит быстро и упадает в грех. Всегда учащихся и никогда не мог дойти до познания истины. Вот интересное состояние человека. И там дальше Павел говорит, почему-то так бывает. Как и они и и Амбрии противились Моисею, так и и противятся истине люди развращенные умом и невежды в вере. Вот почему они никогда истин не могут. Развращен ум и невежды в вере. Но Аяне и Амбрии это говорят вот эти волхвы египетские имена, которые противились Моисею, когда они были у фараона. Там жезлы бросали, помните? Вот это одно из мест Писания, которые имена называют. Волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты поседовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви и терпении. Смотрите, какой перечень, где надо в чем последовать. И прежде всего, как я всегда говорил, А ты поседовал мне в учении. Когда поседовал в учении, тогда уже и жить будешь по учению. А если нет, полноценного учения, достаточно глубокого, то не сможешь жить тогда по учению. Но сначала поседовал не в учении. В житии, расположении. Вы хорошо понимаете, что такое расположенность сердца к тому другому или не расположенно. Но все это начинается с учения. Учения, житии. А житие уже диктует расположение веры, великодушие. Вот это то, что сегодня так надо и ценится великодушно. Вы понимаете, что это значит? Великая душа, широкая душа, она умешает многих, которых трудно умешать из-за их характера, из-за их поведения. Но великодушие умешает. великодушие, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в антиохии и конии листрах. Каковы гонения я перенес? И от всех избавил меня Господь. Вот именно вот эти качества, они очень нужны, когда приходят трудные обстоятельства жизни. Ты, говорит, последовал мне мучения, жития и в жизни его Павла и в жизни Тимофея были времена гонений. И ты, говорит, мне последовал мучения, жития, расположения, великодушие и так далее в гонениях. Не только тогда, когда было хорошо, а когда были счастливые обстоятельства. Вот когда испытывается человек, ну, на определенную глубину. Я не раз повторял, сегодня еще раз повторю. Человек открывается в трудностях, в гонениях, в страданиях, а не тогда, когда хорошо все кругом. И здесь уже Павел очень был доволен Тимофеем, потому что он его не оставлял никогда. В Антиохе, Иконе, Листрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Вот интересное выражение. Как же он избавил, когда он перенес гонения? О чем здесь идет речь? Ну, как избавил, когда его били? Здесь речь не идет о том, или не означает перенести гонения, перенести страдания, перенести скорбь, потому что их не будет. но целью гонений, страданий и так далее является отвратить от веры, растоптать человека, чтобы он отказался от Бога. Павел говорит, я их всех перенес, и от них меня избавил Господь. Они не достигли цели. Это очень важно вот понять. Я еще раз прочитаю. каковы гонения я перенес, и от всех, и от всех избавил меня Господь. Если понимать так, как мы понимаем, избавил от гонения, то мы понимаем так, оно не пришло. Вот оно пришло, а Бог скрыл, нету. Это не означает перенес, ничего ты не переносил. А Павел говорит, перенес, и цель этих гонений была растоптать Павла, унизить, заставить его замолчать. Но говорит, Господь меня избавил от последствия этого гонения. И остался тем же Павлом, который был раньше. Да и все желающие жить благочестиво Христе Иисусе будут гонимы. Вот такое заключение, что все желающие жить благочестиво Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Очень неприятное откровение. Нам бы хотелось, чтобы этим заблуждением конец был положен. Но Павел говорит так, что церковь и народ Божий будут идти в своем направлении разбиваться, а зло будет развиваться в своем направлении. И здесь не должно быть смирения никакого. Не может быть никакого единства. Каждый будет свою меру дополнять. Христиане будут освящаться, святой пусть освящается, а беззаконные что будут делать? Дополнять меру беззаконий. Еще будут катиться параллельно. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И от них желающие благочислены во Христе Иисусе будут гонимы. Они не смогут. И ничего удивительного в этом нет. И наверное верно. А если бы мы пошли напрямую, вот как шли первые христиане, наверное и мы были бы гонимы. Попробуйте сейчас пойти на площадь проповедовать. Так? И будем гонимы. Может быть бить не будут, но быстро скажут по законодательству нельзя, только в молитвенном доме. Так? И будут гонимы. А то, что мы иногда не выполняем то, что надо, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Поэтому я почему это сказал, потому что вроде чего, никто нас не трогает. Когда церковь спит, то и дьявол тоже не трогает. Я не говорю, что мы спим. Наверное, мы делаем в ту меру, как мы можем делать. Говорят, что выше сил не возьмешь, который Бог дал. Выше своего возраста не сделаешь. Делаем что-то. Но когда нет движения, то спокойнее. Я сейчас сегодня так вот интересно смотрю. Может быть, это и не закон такой. Вполне возможно, я ошибаюсь в том, что я скажу. Но я заметил одно. Есть некоторые церкви, где дали регистрацию. Они совсем не растут, и движения нет. А там, есть движение, не дают и все. Слышите, что я говорю? А там ничего бояться. Там было 10 лет назад 10, теперь 10. А вот там, где было 30, теперь 40, ни в какую. И я не думаю, что дело от людей зависит. Наверное, есть некий контроль из духовного мира. дай свободу, будет беда. Хотя для нас, ну, какая беда, люди, будут. Хотя чего для нас дай свободу? Наверное, пошли бы в разнос. Вот мы такие люди, часто не можем пользоваться свободой так, как надо. И я не раз говорил, что было время, когда и ехали куда-то, и что-то делали, я конкретных людей говорю. Потом пришло время, когда можно было это делать, кинулись кто куда, то землю пахать, то еще что-то делать, то еще что-то не стало их. Не стало их. Поэтому, наверное, и наша свобода, и наш духовный уровень от нас часто зависит. И мы часто можем где-то какие-то нарекания на кого-то, где-то обиды на кого-то иметь, но Писание говорит, что и отношения внешних к нам зависят от нашего духовного состояния. Я бы мог проводить примеры эти, но я их не стану проводить, потому что это надо уже просто раскрывать гораздо шире. Но это так на самом деле. злые же люди и обмашки будут преуспевать во жиле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен. И что тебе уверено? Зная, кем ты научен. Вы знаете, насколько это важно, знать, кем ты научен научен. Почему сегодня люди очень часто отказываются от своих взглядов правильных, не были твердо уверены, кем научены. Павел здесь говорит, знай, кем ты научен. И он имел основание так говорить, потому что в его проповеди, когда Павел проповедовал, то он, наверное, не был похож на нас сегодня. Мы сегодня в основном что? Проповедуем Слово. У него же было действие силы Божьей. Чудеса, знамени, потому он говорил, знай, кем ты научен. Потому что через, неизвестно через кого, Бог не будет действовать. Все таки в некоторой мере он пользуется людьми, которые до определенного уровня доросли. Хотя для того, чтобы сделать дело, Бог любого может взять дело и сделать дело. Но это не будет постоянным. Единичная вспышка может быть. А чтобы постоянно Дух Святой действовал, нужно постоянное ухождение какое-то определенное. Не хочу сказать, что сегодня на земле есть святые люди стопроцентные. Все где-то что-то уклоняются но есть определенный уровень средний, от которого не опускаются. И у Павла был уровень. Что бы там ни было. Вы помните, я в прошлый раз напоминал, когда у них там возникло недоразумение с законниками и они собирались идти в Иерусалим к апостолам, то в течение пути, которым Павел шел навстречу с апостолами, у него не было ропота. Может быть, у него была какая-то тревога, как примут. Он там где-то пишет. Как примут, как поймут. Но когда они шли и проходили церкви, написано, они производили радость. Кажется, ну, Павел, ты идешь, неизвестно, как тебя примут. Хотя вообще у Бога он не шатался никогда. Но нам, как людям, важно, чтобы и люди понимали. И ему тоже было небезразивно, как его поймут. Но он нигде вот этого не показывал никому. Появлялся Павел, никогда не ныл, никогда после его проповеди уныния не было. Писание прямо говорит, они шли и производили радость в людях. Оказывается, радость надо производить, она тоже просто так не падает. Шли и делали. Знали, кем они научены. Вы себе представьте, идти Павлу, апостолу язычников, идти к этим двенадцать апостолам. Ему было небезразивно, что они скажут. Уверенность уверенностью, я знаю, кем научен, а кто знает, как примут. И тогда осложнится все. Апостолы послушали, все нормально. Говорят, Яков, Кифа, Иоанн, почитаем из столбами, подали мне и в Арнаве руку в шене, чтобы иметь и туда, а нам туда, к язычникам. Вопросов не возникло никаких. Но там они кое-что написали, еще помните, письмо они принесли от апостолов. И это для Павла было большой поддержкой. И он здесь пишет, что ты пребывай в том, чему научен и что тебе верно, зная, кем ты научен. При том же, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Это были священные писания, не современные Евангелия. Тогда Евангелия еще не было собрано. Это были писания Ветхого Завета, которые Павел очень хорошо понимал. И он однажды где-то сказал, говорит, что все эти писания, Христос говорит сам, обо мне свидетельствует, помните? Они обо мне, ни о ком другом. Эти прообразы, символы, люди. И Павел говорит, я знаю, кем научен. И ты, говорит, читаешь то, что я читал. Сегодня мы читаем вот уже. Собрано все. Павел писал. Тогда Павел с Петром еще не написали. Они кое-что написали уже, но оно не было собрано, где-то ходило. А вот Ветхий Завет, он был написан. Поэтому я не раз напоминаю, что Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, это, по сути дела, зашифрованные Евангелия. Зашифрованные Евангелия, которые, если внимательно читать и слушать и понимать, они до деталей все разъясняют. Если тут, конечно, мы понимаем правильно, потому что, если не понимаем, ну, читаем и читаем, как историю. Но читать как историю, этого мало очень. Там все гораздо глубже. И я, когда проходили послание к Галатам, я напоминал, что для Павла история была непросто. Он видел закон, видел благодать, видел Христос, видел... Вот, пожалуйста, раскрытая картина. Когда мы стали предъявлять претензии насчет закона, он говорит, Измаил закон, он был изгнан, разложил попозже, как хотите. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте, но я вам на основании Писания показал. И Павел выдумал, ну, как хотите, это ваше дело. Но, но мои корни, вон там глубоко, вон там первых Писаниях, которые Бог дал. Вот у меня не сомнете с толку. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Ну, я думаю, тут много не надо говорить, Богодухновенно и полезно для научения, для обличения. Разве только вот учение немножко разобрать по полочкам? Обличение, вразумление, наставление, какие-то нюансы учения, как оно укладывается. А в общем-то, мы все хорошо понимаем, Богодухновенно и полезно все Писание говорит. Я когда-то помню, когда один из братьев в нашей области взял и запросил в своей церкви читать Ветхий Завет. Никаких Ветхий Завет. Это не надо уже. Какой там бунт поднялся. Ну, есть такие странности в братьях у нас. Скажут, ты учишь на память Священное Писание. Ну-ка, прекрати немедленно. Кто тебе сказал на память учить? Думаешь, откуда такие мышцы не могут взяться? Откуда такие команды поступают? Наоборот же надо, чтобы ты от точки до точки взял и запросил и все. Ну, что делаешь? Брат Вашкевич говорил пожилой, говорит, всякие швенты мая свои выкренты. Но когда эти выкренты касаются таких вопросов, то это уже совсем плохо. Это никуда не годится. Пусть Господь нас благословит, пусть милость Божия будет с нами, и пусть эти простые слова, которые Павел говорил Тимофею, о чем они говорят нам, пусть они лягут на наше сердце, для праведности, для исправления, для облегчения